добрые отношения с удовольствием будем с вами иметь главное не приходите к нам с мечом с войной а так приходите в гости с удовольствием вас встретим накормим напоим что может хватит хаять кадырова с ним и так все понятно и это видне из мангаджи салифов все уже сказано и определенно хаять власть это ведь не первое и не даже не второе место в исламе желаю чечне и дагестану обрести независимость хотелось бы чтобы всю границу с вами обнесли 10 метровой стеной чтобы вы там жили со своими падишахами и и аллахами сами по себе чтобы вас не было на наших улицах нужен честно говоря скажу тебе я поддержу твою идею эту инициативу и добавлю от себя к этим 10 метров еще 10 сверху 20 метров забора это согласен чтобы мы с вами сделали и чтобы как ты говоришь мы здесь жили сами со своими ну правда не падишахами мы здесь сами разберемся и падишахов эти падишахи ваши они не наши это когда вы пришли к нам на нашу землю оккупировали ее у нас появились падишахи у нас не было их никогда вот как пока мы без вас жили у нас не было падишаха у нас всегда вот так демократия которые так гордятся сегодня во многих странах она вот в таком виде в каком она точнее даже не в таком виде а вот то то лучшее что в ней есть в этой демократии чем обычно активно гордятся это у нас было еще в средние века пока пока не было россии на нашей земле поэтому тут я конечно с тобой соглашусь правда я не такой категоричный как ты и я не скажу что там не видеть вас на наших улицах да нет наоборот с удовольствием будем вас видеть приезжайте гостите у нас знакомьтесь с нашей культурой с нашими обычаями с нашей религией добрые отношения с удовольствием будем с вами иметь главное не приходите к нам с мечом с войной а так приходите в гости с удовольствием вас третьим накормим напоем покажем вам самое лучшее что у нас есть покажем вам красивые примеры возьмем у вас что-то хорошее если у вас есть вот но так в целом насчет забора хорошо было бы жить без заборов нормально иметь добрососедские отношения это было бы хорошо но так в целом если если без этого не получается то я за то чтобы еще десять сверху построили еще такой козырек чтоб сверху сделали чтобы никак вот нельзя было перелезть за может хватит хаять кадырова с ним и так все понятно и это ведь не из мангаджа салифов все уже сказано и определенно хаять власть это ведь не первое и не даже не второе место в исламе юрий газизов интересно что является мангаджем салифов ты называешь это хаянием кадыровых я называю это не хаянием кадыровых это борьба это борьба которая идет с врагом который пришел на нашу землю который нас оккупировал который нас уничтожает по сегодняшний день это борьба с ним борьба бывает разного рода она бывает непосредственно с оружием в руках она бывает информационно сегодня нет поля боя другого кроме информационного поэтому ведем с ними борьбу информационно если это не из мангаджа салифов то почему пророк мире мой благословение аллаха говорил поэту высмеивать урайшита в стихах если если же как ты говоришь это не из мангаджа салифов если это не первое и не второе как ты говоришь почему на это указывал посланник аллаха мир ему благословение аллаха хотя я не говорю что это и первое или второе у каждого как бы есть своя задача, ты сегодня не придешь к хирургу и не скажешь, слушай, что ты занимаешься тут вот этими операциями, ерунда, это ведь не первое и не второе даже в исламе, и с аляфа не делали операций, понимаешь, но ты будешь глупцом, если ты так скажешь, он врач, это его работа. Также я блогер, это моя работа. Если кто-то занимается призывом, кто-то занимается обучением людей, кто-то занимается лечением людей и прочие полезные работы, то ни в коем случае я никак не говорю, что моя работа важнее их работы. Конечно, нет, каждый должен заниматься своей деятельностью, то, что он умеет и то, что у него хорошо получается. Так, неудобные вопросы пропускаются. Молодец, ты не лучший иллюзионист от джамбокса. Они также не отвечают на неудобные вопросы. Я не знаю, какие являются удобными, какие нет. Вот, например, вот эта подушка, она удобная, как говорят, я могу это оценить, потому что я на ней сижу. Вопрос, пока я не увижу, я не могу оценить, он удобный или неудобный. Поэтому, если ты его задашь, я тебе скажу, был ли он для меня удобен. Вообще, вопросы для меня не делятся на удобный и неудобный. Для меня вопросы делятся на те, которые я отвечаю, и те, на которые я не отвечаю. Но когда я не отвечаю, я вот так прям нагло, дерзко, вызывающе, по-хамски вот так вот, да, ну, с вашей точки зрения. Я вот так вам и говорю, что на эти вопросы я не хочу отвечать. Ну, Томсо, что думаешь про Полину Жеребцову? Полина Жеребцова, это, по-моему, та девушка, которая родилась в Чечне, в Наурском районе, по-моему. Затем она переехала в Финляндию, живет в Финляндии и тоже, по-моему, ведет блог. Если я не путаю ее фамилию. Я помню, что ее звали Полина, но фамилию, к сожалению, я с ней точно не могу вспомнить. Если речь идет о ней, то я с уважением к ней отношусь. Я не сильно знаком с ее деятельностью, но, насколько я помню, она, по-моему, даже писала какие-то книги о войне. Она, кстати, одна из тех, кто опровергает вот эти вот мифы про геноцид и так далее. У нее очень правильная позиция, она говорит, что война не избирала, кто там, кто чеченец, кто русский, кто армянин или грузин. Война уничтожала всех. Я думаю, что вот такие вот люди, они как раз-таки должны, и ее пример, она это и делает, они должны опровергать вот эти вот всякие мифы лживые про нас. Я ей, конечно, за это очень благодарен. Одно дело, понимаете, когда Тумсо сидит и говорит, что там нет, ничего не было, а Тумсо, он же чеченец. А там же обвиняют, что чеченцы якобы уничтожали русскоязычных людей. А Тумсо, он чеченец, он за своих типа топит, да? Это все-таки это воспринимается как субъективное мнение. А когда Полина Жеребцова, не чеченка, рассказывает о том, что нет, ничего подобного не было. Да, был бандитизм, были проблемы, это все было, но геноцид был проведен не чеченцами над русскими, а Россией над всеми жителями Чечни был проведен геноцид. Вот это уже совсем другой эффект бывает. Тумсо, ассаламу алейкум, как читаешь, являются ли чеченцы потомками народа Ноя или потомками Хазар или еще кого-то? Алейкум ассалам. Я думаю, что все живущие сегодня на земле люди являются потомками Ноя. Говорит, что по более правильному, не совсем правильно, скажем так, по мнению, которое я считаю более правильным, правильным, человечество было уничтожено тогда, кроме тех людей, кто был с Ноем. Соответственно, все люди сегодняшние, живущие сегодня на земле являются потомками Ноя. Ну а если даже не так, то все мы являемся потомками Адама, как бы там ни было. Я думаю, особо вникать вот в это древо смысла нет. В любом случае мы будем иметь происхождение от одного отца.